Доброго времени суток! Угол забил Максат Байжанов на 8-м минуте. Угол забил Максат Байжанов на 8-м минуте. Вот такая еще и штучка. Еще Вория вернулся в сборную. 5 лет не было этого парня, но он в этом матче участия не принимал. Он принимал участие в поединке со сборной Грузии, о котором сейчас поговорим. Матч закончился со счетом 1-1. Достаточно такой напряженный поединок был, особенно в первом тайме для казахстанцев. Да, грузины очень хорошо смотрели в первом тайме, очень быстрые края, очень хорошо работали они. Но тем не менее, несмотря на то, что больше владели инициативой грузины, первый гол забила сборная Казахстана. Да, вот эту атаку можем наблюдать. Сейчас Амат Смаков направо в свободную зону делает передачу на Серегжана Мужикова. Мужиков режет угол и стреляет под себя. И Азат Нургалиев, игрок шемкенского Арда Басы, открывает счет матча. Правда, недолго радовались казахстанцы, потому что уже через 3 минуты Акриашвили забил гол. Кстати, очень похожая атака была. Также под себя был прострел. Кстати говоря, очень типичная атака была для команд Вайса. Опорный полузащитник отдает передачу на фланг. Оттуда через паузу идет прострел. И второй центральный полузащитник завершает эту атаку. Несколько голов в прошлом году забил карат. Вот, я думаю, сейчас в момент посмотрим. Вот, Конкава отдает направо. Пропускает 11 номер. И Акриашвили, да? Акриашвили, да. Вправо бьет. А Лория в этот момент был закрыт защитниками. Он на момент удара не видел, поэтому вообще никак не среагировал, собственно говоря. Да, Давид Лория спустя 5 лет играет в сборной. Во втором тайме дебютировал Владимир Плотников. Плотников из Кайрата. Кипер Алматинского и Кайрата. Футболисты Тобова в этих двух поединках сыграли не все. Ну, точнее, сыграли оба. Досмагомбетов и Хижниченко. Но Сергей сыграл в обоих поединках, а Досмагомбетов только против команды Азербайджана. Он, да, на 67-й минуте вышел на замену. В общем, неплохая, в принципе, игра была. И знаешь, что хочу сказать. Жаль, что это не официальные матчи, я имею в виду не отборочный цикл. Потому что 4 очка, можно сказать, на выезде заработала наша сборная. Было бы неплохо, если бы это было в отборе. Да, хорошо будет. Кстати, о шансах. Как думаешь, оставят Байсуфинова с Мазбаевым или нет после данных матчей? Не знаю. Дадут шанс казахстанцев? Поработать еще ему дадут. Но я думаю, что как только будет официальный матч какой-то, уже будут они отталкиваться от официального матча какого-то. Но и учитывая, что, как всегда, в сборной куча подводных течений. Вполне возможно, что это последний матч. Но будем надеяться, что нет. Ладно, 25 марта в Астане состоялся матч между молодежной сборной Ю-21 Казахстана и такой же молодежной сборной Боснии-Герцеговин. Поединок тоже был достаточно упорный, сложный. Матч закончился со счетом 0-0, но бросается сразу в глаза большое количество предупреждений и удаления. На 81-й минуте полузащитник нашей сборной Макаев получил его. Прямую красную карточку получил за отмашку. Да, ну вообще смотри, раз, два, три желтых карточки было у казахстанцев. И так, 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 шесть предупреждений получили босниицы. Грубая игра была достаточно. Ну, может, нисколько грубой, сколько не успевали босниицы за перемещение игроков в сборную Казахстан. Ну, может быть и так, может быть и так. Три игрока из Тобова были вызваны в состав, в расположение молодежной сборной, но, к сожалению, в этом поединке даже в заявку не попали. Это Равкат Аслан, Ануар Агайсин и Тимирван Эльмурзаев. Да, и хотелось бы сказать, что после удаления очень большие проблемы в сборной Казахстана начались. Ребят, босниицы очень хорошо поддавили, там куча моментов было в конце. Так что, слава богу, что 0-0-0 счет остался. В Шимкенте завершился предварительный этап розыгрыша Кубка Казахстана. Команды Первой Лиги разыграли четыре путевки в следующую стадию. В общем, в этом году начало Кубка очень по странной схеме происходит. Почему команды Первой Лиги между собой начинают играть? Почему всех не свести в одну... Общую корзину? Общую корзину, да, и развести по... Первая Лига против Премьер Лиги и начать играть. В один матч сыграть все это спокойно. Как в прежние годы и было. Но в этом году футбольные функционеры Казахстана решили провести в одну неделю предварительный этап. Состоялся в Шимкенте, как мы уже говорили, на базе футбольного клуба БИИК. И что имеем мы после этого розыгрыша? Победителями групп стали Кызылжар, Петропавловск, две победы и шесть очков. Алтай, это Восточно-Казахстанская область, одна победа, одна поражение, три очка. И Кызылородинский Кайсар, одна победа, одна ничья, четыре очка. А четвертым клубом, который присоединился к списку участников 1-8 финала Кубка Казахстана от Первой Лиги, стал Актаус Кик Каспий. У западно-казахстанского коллектива наилучшие дополнительные показатели среди команд, занявших второе место в своих группах. Хотелось бы Алтай поздравить. Это первые успехи новой команды. Да, и там еще и Рамис Муканов и Руслан Стубалдин. Играет, кстати, об Руслане Стубалдине скоро с вами поговорим. Как я только что вам говорил, сейчас будем разговаривать о бывшем вратаре Кустанайского Тобова Руслане Стубалдине. Перешел он в этом году в состав восточно-казахстанской команды клуб Алтай. Новая команда, которая образована в результате слияния футбольного клуба Семей, Спартак Семей и Восток, Кузькаминогорск. Руслан Стубалдин два или три сезона? Три года. Три сезона провел в составе Кустанайской команды. Играл, к сожалению, или к радости, не очень много и не мало. Ну, когда нужно было, он подменял Сашу Петухова. Когда нужно было, подменял Сашу Петухова. Я знаю, что такой достаточно общительный, хороший парень. Атмосферу мог наладить в коллективе. В общем, пожелаем ему удачи. В новой команде. Еще один парень, который играл за Кустанайский Тобов, это Тимур Жакупов. Молодой воспитанник нашей команды. Перешел на правах аренды в команду из Тимиртау. Шахтер Булат, она сейчас называется. И является фарм-клубом карагандинского шахтера. Я знаю точно, что уже один матч он сыграл. Это как раз в предварительном этапе Кубка Казахстана. Тимур сыграл все 90 минут и действует на своей любимой позиции правого полузащитника. Мы пожелаем удачи Тимуру. Первая лига это закалит его. Тимур, закаляйся, возвращайся в Кустанай и радуй кустанайских болельщиков своей игрой. 3 апреля состоится третий тур чемпионата Казахстана по футболу. Много матчей сможем увидеть в эти выходные. ЖТСУ сыграет шамкенский Мордобасы. Павадарский Иртыш будет принимать Атерау. На мой взгляд, это центральный матч третьего тура. Астана встречается с Актубе. В прошлом году это был бы центральным поединком. Акжаик на своем поле принимает Алматинский Кайрат. А Тарас дома играет с кокшитаусским Акжитпесом. Табол будет встречаться на стадионе Затаболец 3-го также числа в 15.00 с командой Шахтер из города Караганда. Какие прогнозы на тур предстоящих? Каратенечко об этом поговорим. Прежде всего хотелось бы сказать о матче Иртыш от Ирау. Я думаю, это не то, что матч, что это битва тура будет. Хорошая угрожа, да. Актерау несколько обиженный тем, что он в предыдущем туре не сыграл с Таболом. И не дали, как они рассчитывали, 3 очка. Ну, ладно, не будем об этом. Это уже решено. Я думаю, самый интересный матч будет. Но я также обратил бы внимание на матч Астана-Актюбе. Я думаю, что Актюбинск просто так не отдаст 3 очка в Астане. И также хороший матч будет в Акжейк-Кайрат. Потому что Акжейку вообще уже некуда отступать. Терять нечего. Вообще нечего терять. А Кайрату есть что терять. И надо набирать очки усиленно причем. И лучшего оппонента, нежели Акжейки, я думаю, не найти. Так что град голов ждем. И еще раз напоминаем, все матчи пройдут 3-го числа. Теперь поговорим о предстоящем сопернике Кустанайского Тобова. Это Карагандинский Шахтер. Карагандинский Шахтер. Команда основана в 1958 году. Как показано у нее на эмблеме. Подсказочки. Играет в угольные столицы Казахстана. На стадионе Центральный, если не ошибаюсь. Тренирует команду Йозеф Вукушич. В этом сезоне возглавил он коллектив из Караганды. Пока что больших успехов не снискал. Но достаточно боеспособный коллектив, на мой взгляд. Сабрау, стоит отметить, новичков команды. Вернулся после долгого перерыва, после большой паузы в Караганду Максат Байжанов. Который на данный момент в отсутствии Андрея Финонченко является капитаном команды. Приехал бывший защитник сборной Армении Пермского Амкара и Актубе Роберта Разуманян. 75 матчей за сборную Армении в свое время провел этот защитник. И из Финляндии подоспел крайний хаффбэк Эрфан Зинели. Также имеет опыт выступлений в Лиге Чемпионов в составе Хика. И матчи в составе сборной Финляндии. Вот такие вот ребята приедут к нам. Ну, посмотрим на их игру. Пока что ничего сверхъестественного Шахтер не продемонстрировал в предыдущих турах. Но будем ждать. Ну, один балл в своем активе заработал, сыграв на выезде из ЖТСУ. А, нет, дома они играли в ЖТСУ. Дома они играли, но они уже сыграли, да-да-да. Да, и первый тайм дали бой в Астане в первом туре. Ну, а во втором тайме вот уже все по-другому у них пошло. Ну, в общем, будем смотреть. Посмотрим, что получится у нас в итоге. Сегодняшний наш гость Томаш Шимкович. Сорожил Кустанайского клуба по меркам последних лет. Третий сезон проводит в составе Кустанайского Табола. Австрийский полузащитник, который, кстати, неплохо бьет штрафные. Мастер стандартов. Мастер стандартов и мастер по игре в FIFA. Томаш, привет, гутен так. Рады приветствовать тебя у нас в студии. Сегодня много вопросов будем различных задавать. Какие-то вопросы придумали мы, какие-то болельщики. И первый вопрос такого характера. В 2013 году ты играл в составе Венской Аустрии в групповом этапе Лиги Чемпионов. Вот можешь на экране наблюдать против Питерского Зенита, Португальского Порту и Мадридского Атлетика. В 2014 году ты уже стал игроком Кустанайского Табола. Что пошло не так вообще? Как ты здесь оказался? Да, привет вам тоже. Привет. Я бы не сказал, что мне пошло не так. Для меня это как бы и новая мотивация тут. Я очень рад, что я тут оказался. Конечно, многие люди думают, если ты играешь в Чемпионов Лиг, там потом легко попасть куда-то, я не знаю, в лучшие лиги или в лучший чемпионат. Но сейчас такое время, что уровень игроков уже очень хороший в Европе везде. И не легко просто так попасть в хорошую команду. И я себя тут чувствую тоже хорошо. Я считаю, что казахстанский чемпионат с каждым годом лучший. И поэтому я это вообще не чувствую себе, как бы я сделал шаг назад и все такое. Ну а какие-то различия есть между казахстанским чемпионатом и австрийским? Ну, лично для тебя, в плане организации, инфраструктуры, полей, судейства. Ну, судейства тут... Судейства всегда в Чемпионах сборных. Да, наверное, это всегда. И в Австрии я там всегда ругался. Поля? Поля, стадионы. Стадионы, это, конечно, в Австрии по-другому. На другом уровне. Ну, это тут надо еще время. А больше искусственных полей в Австрии или больше натуральных? Нет, искусственных вообще нет. То есть ты впервые с искусственными полями здесь встретился, когда в Казахстан приехал? Ну, конечно, тренировался там на синтетике, но не играли чемпионатом вообще на синтетике не играть никогда. Тут первый раз с этим встретился, что чемпионат играешь на искусственном поле. С искусственным газами, да? Извиняйся за мои русские, ты что-то непонятно. Ничего страшного. Я тебе скажу, у тебя русский еще приличнее, чем у многих русскоговорящих людей. Спасибо. В Австрии я играл долгое время. Сейчас уже третий сезон начинаешь играть в Казахстане. Тренеры. В чем различие? И не только тренеры тогда, а тренировочный процесс. Как-то выстраиваются по-другому в Австрии. Отношения к игрокам, я имею в виду… Внутри раздевалки. Даже вот когда игроки заканчивают тренировку, футбол уже не заканчивается. А как тренера относятся к тому, что… Я знаю, что в Европе игроки более свободны в этом плане. В жесткие рамки никогда не загоняют игроки. Я понял. Те же приезды на игру, да, ребята собираются приезжать не на кузов, чтобы сюда отсели, на своих машинах приехать и все. Ну, я бы сказал, разница в том, что там у нас как базы нет такого, что ты должен всегда на базе и там спишь. А карантин? Карантин – это зависит от тренера. Там бывает карантин тоже. У нас в Австрии тоже было такое, что день до игры, мы должны спать в гостинице там в центре Вены. И там был тренер у меня, что он вообще это… как бы для него без разницы. Мы спали дома и утром приехали на тренировку в десять. Там вместе позавтракали, потом потренировались, потом обед, и потом тоже в гостиницу, и потом на игру. Бывало и такое, и такое. Ну, я бы сказал, что разница в тренерах, тут больше на дисциплину, как бы дисциплина, чтобы тут была всегда в команде дисциплина, всегда такое, это тут надо, как бы. И не знаю, почему так, но я думаю, в Казахстане это они требуют. У нас в Австрии, например, там они дают игрокам чуть-чуть свободы, как бы. Это менталитет другой. Да, я считаю тоже, я уже тут сейчас третий сезон начинаю, и люди тут такие, что они думают, когда ты шучишь или когда ты смеешься, и ты не работаешь, и ты не… Ну, это не так. Знаешь, я всегда хочу смеяться на тренировке. У меня, конечно, когда я выхожу на игры, я другой человек. Но на тренировке надо чуть-чуть пошутить, надо чуть-чуть там релакс. Положительные эмоции? Да, 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 да. Это тут чуть-чуть по-другому. У нас там всегда эмоции, всегда смеяться надо на тренировке. Но всегда ты работаешь. В этом, в этом разница, я бы сказал. И там и дисциплина тоже хорошая, конечно. Я бы не сказал, что тут лучше дисциплина, там тоже… Но просто они по-другому принимают. Слово дисциплина там по-другому понимают, как тут. Я понимаю, о чём ты говоришь. Когда я приехал в Казахстан, в частности в Кустанай, что удивило больше всего? Мороз или база крупная или… База удивила первый раз, когда выйдет? База удивила, да, если честно. База удивила. Это, наверное, много людей даже не знают, какая у нас база. Да. Это удивило меня, да. Но надеюсь, что сейчас это тоже поменяют. Там есть разговоры такие, что поменяют, посмотрим, как это будет. Но это же не в наших руках. Я этим вообще не занимаюсь. Понятно, понятно. Для тебя, человека, который поиграл в достаточно приличном чемпионате, в Лиге чемпионов поиграл, я думаю, что удивлен был я. Да, конечно. Я думаю, всех легендаров, наверное, это удивляет всегда. Кстати, поговорим о зарубежном чемпионате. Покопались в Интернете и в Инстаграм увидели у тебя фотографию с тренером, главным тренером Мюнхенской Баварии Пепом Гвардиовой. Вот эта фотография. И в комментариях было написано «Спасибо, Давид Алава». Дружитесь мы или играли вместе? Как вообще получилась встреча? Да, мы играли вместе, когда еще молодой был. И когда мне было тогда 17, он еще вообще молодой был. И мы там попали в одну команду в Австрию-Вена. Он воспитанник в Австрии-Вене тоже. И мы хорошие друзья уже давно. Тоже вот Рубина Коти. Мы такая компания уже давно вместе все. Рубина Коти, кстати, мог перейти в Кустанайский Тобо в свое время. Вместе с тобой. По крайней мере, были такие разговоры? Или это только слухи? Не-не, были разговоры, но он отказался, потому что узнал, что тут синтетика много, и эксклюзивных пола играть, и у него с коленом очень большие проблемы были. И тогда он за это отказался. И могу сказать, что он… Сделал правильный шаг. Сделал правильный шаг. Сделал правильный шаг, потому что он в Дании… В Дании, да, по-русски? Ну, в данный момент сейчас? Не-не-не, в Дании играл. В Дании играл. В Дании играл. И там 10 мячов забил, и потом попал в 1860 в Мюнхене. В 1860 в 2-е Бундеслига. И там сейчас ему хорошо и в сборную играет. Поэтому, я думаю, он правильный шаг сделал. И удачи ему. В 7-мой даже были слухи о том, что может перейти в московский ЦСКА. Я тоже читал это. Но он сам говорит, что это, наверное… Это только слухи. Только слухи. И сам ничего такого не слышал. Может быть, что агент его это слышал тоже, но это он сам не знает. Что нужно сделать, чтобы Давид Алаба перешел в Кабо? Когда Алабе будет 42? Ну, я думаю, Дэвид… Чтобы я сразу сказал, я клянусь, как человек, он вообще не поменялся. Я могу считать, что он один из самых лучших футболистов в мире. Всегда попадает в эту лучшую… Символическую сборную? Да. Всегда там попадает. И он вообще не поменялся. Он как и был, так и есть. И поэтому это очень большой плюс, как человек, он очень хороший остался. И что бы сделал? Если бы он сюда перешел… Это очень тяжело. Ты бы стал президентом Куба. Для начала. Я думаю, такого не будет. Я бы сказал, мало вероятное. Да, очень мало. Хотя есть другие истории. Аршавин тоже пару лет назад… Не пару. Года четыре назад играл в Вондонском Арсенале. А сейчас вот в Кайрате. Кстати, не удивил тебя трансфер Аршавина? Да, Аршавина в Кайрате. Нет. Если честно, нет. Потому что я говорю… Казахстанский чемпионат… Каждый год он для меня делает шаги вперед. И вообще Кайрат, Астана – это… Топ-клубы. Это топ-клубы. Это топ-клубы. Даже в Европе таких условий, как сейчас там, в многих клубах нет. Я не говорю только о деньгах. Я говорю, инфраструктура какая там есть. В Карате база очень-очень на очень хорошем уровне. Тоже в Астане условия очень хорошие. Поэтому я не считаю, что это… Меня это вообще не удивляет. Видите, ты Мошук, Гоу. И Саэл там очень хорошие игроки появились. И я думаю, в следующие годы так и будет. Тогда, если про Саэл и про Кайрат мы начали разговаривать, против кого сложнее играть? Против Астаны или про Кайрат? Или против Кайрат? Или может быть какая-то еще есть третья команда, которая… ну, еще какая-то команда в Казахстанском чемпионате… Самый неудобный для тебя соперник в чемпионате? Ну, я люблю играть против сильных команд. Для меня это вообще всегда мотивация большая. И для меня это всегда, всегда хорошо. Но я считаю, что эти две команды, конечно, в Казахстанском чемпионате выше, чем все другие. И там, я думаю, разницы нет. И Кайрат и Астана на очень хорошем уровне. Образ сильной команды. Не могу сказать, кто сильнее или кто нет. Но в прошлом году мне Кайрат больше понравился. Да. Именно по игре? Именно по игре, да. Да, я с тобой согласен. Он более такой футбол. Но там еще был твой земляк Вайс. Там еще Вайс был тренер… Не звал тебя он, кстати? Не, не, не звал, не звал. Я когда пришел в Тобол, я с ним обсуждался. И папа мой обсуждал, разговаривал в казахстанском футболе. Но не звал, не звал сюда. Но он уже раньше знал. Я думаю, что уже не знает, сколько там еще будет работать. И так и сейчас получилось. Он все в Грузии, да? Да, главный тренер сборной группы. В Тоболе. Взял ты, когда к нам пришел, 81 номер. Для тебя это число что-то означает? Или просто вот решил вот… Или потому что в 8-й был занят? Ну, был и в 8-й занят, да. Слива тогда 8-й номер у него был. Но я хотел 81-й, потому что 8 плюс 1 – это 9. Вообще в нумерологии это моя жена. Мне говорила, что это сильный номер. А, я думал, 9-я жена. Не, не, не. У меня это… Она говорит, что это очень сильный номер. И в 8-й… Число, число сильное. Да. И в 8-й номер всегда мой номер был. И она говорила, 9 надо, чтобы еще лучше был. Как бы она так сказала. Раз заговорили об этом, ты суеверный человек. Есть какие-то суеверия? Есть, да. Как-то по-особенному перед выходом на поле, да, готовишься? Есть, есть. Ну-ка расскажи. Есть, конечно, можно рассказать. Нет, конечно, могу. Я всегда последний одеваю футболку, игровую форму. В раздевалке. Да, я последний одеваю и мне надо последний выходить из раздевалки. Это игроков с первых 11, которые выходят на поле, я всегда последний выхожу. Это как бы и мои. Но это давно уже, да? Это уже, я думаю, все жизнь так. Если бы не футболку, вот, кем бы ты стал? Обработал бы бизнесменом, там, не знаю… Да, да. Работал бы на государственной службе, может, еще чем-то, полицейским был бы. Не знаю, папа мой, в Словакии он политик, как бы в политике он там занимается. Тяжело сказать, я не могу точно сказать. То есть для себя в детстве однозначно решил – футбол? Да, это точно, да. Тогда я так решил, если бы не получилось, я не знаю, у меня друзья, много друзей там с бизнесом занимаются какие-то… Тяжело сказать мне, не знаю. Тогда по-другому спросим, после окончания футбольной карьеры, пусть она будет долгая-долгая, видишь себя в футболе или в дальнейшем продолжишь в футболе работать? Или в другую сферу жизни? Ну, для меня футбол – это всегда будет семья и футбол. Семья на первом месте, конечно. Но футбол всегда в моей жизни будет. То, что я считаю, что и после моей активной карьеры я буду еще как-то заниматься с футболом. Что это точно будет, это сейчас не могу сказать, может быть, что буду помогать игрокам молодым, буду там в каких-то командах работать. Посмотрим, как это будет. А ты пока что тренерскую лицензию не получал? Пока не делаю, но думаю и об этом, да. Потому что тоже уже многих тренеров увидел, как работают, и у меня уже… Свой взгляд складывается. Свой взгляд, да. Уже сейчас мне будет 29 лет, уже тоже много что-то видел. Значит, может быть, что это сделаю, но тоже… Говорю, что… Пока говорить рано. Да, очень, да. Еще хочу пару лет сыграть. Да, я думаю, что не пару, 29 еще. Самый расцвет. Да. Мы знаем, что у тебя двое детей. Сын и дочь. Кем их видеть в будущем? Ну, выберут они спорт или не выберут? Сын в футбол пока еще не играет? Ну, ему будет 15 апреля 4 лет или года? 4 года. 4 года, да. Это 1, 2, 3 лет, да, и потом года начнешь. Нет, 1 год, 2 года, 3 года, 4 года и 5 лет. О, ну. 4 года. 4 года. И он уже чуть-чуть играет в футбол иногда. И я хочу, когда он приедет сюда, чтобы я тоже его… Там же старый, я думаю, тренируется, да, маленький. Я хочу, чтобы он там чуть позанимался. В футбольном центре? В футбольном центре, да. И посмотрим, если будет у него желание играть, конечно, пусть играет. Но самое главное, чтобы он получил кайф с этого, чтобы его как бы это устраивало. Если не захочет, то не захочет. Если не захочет, то не захочет. Будет с другими вещами заниматься. Я никогда не буду как бы давать. Ты должен играть. Да, это никогда. Это не мой стиль. И Лаура маленькая, посмотрите. Это вообще как принцесса, она моя будет. Сейчас я не могу сказать ничего. Вот смотри, если бы у тебя была возможность выбрать какую-то сверхспособность, какую бы ты выбрал? Сверхспособность? Это как… Это будет невидимость. Это как сериал «Низ Фитс». А, как бы из «Супермен». Да, да, да. Что бы ты выбрал? Какую бы ты хотел сверхспособность? Я бы хотел в себя телепортировать. Чтобы быстро в разные места перемещать. Да. Чтобы сейчас, например, скажу, я хочу увидеть семью мою. И сразу туда. Через два часа игра, все, я полетел. Да. Да, да, да. Это было бы хорошо. И еще… И тогда не пришлось бы такие длинные перелеты в Казахстане осуществлять. Обнял всю команду и все, мы в Алма-Ате играем сегодня с Кайратом. Очень правильно, да. Все, нам надо в Атерау. Да. Нам надо туда, нам надо туда, нам надо туда. Все было бы легче нам всем. Да, это здорово. Можно было бы «Шимковичави» открывать. «Шимковичави»… Австрийские авиалинии в Казахстане. Ну, видишь, как хорошо бы заработали все, а? Наверное, ты в первую очередь. Но ты бы у меня работал тоже. А, ну все. Все. Я нормально. Я бы отвечал за Инстаграм просто. Да. Не, еще хочу сказать, чтобы я хотел глаза везде, чтобы у меня было. Например, я хочу… Сейчас, например, я бы хотел знать, что делают мои дети, например. Там я бы хотел поставить там один глаз и просто, чтобы он меня не видел. Кристиан и Лаура. И чтобы я видел, чем они занимаются, когда меня нет. Ты опасный человек. Нет, а что ты человек по всеми исключаешь? В том, что ты видишь семью, я не знаю, там два месяца, три месяца в год. Сейчас не вижу, конечно, больше. Нет, я имею в виду пока сборы. Да. Там, конечно, тяжело. Если семья есть, дети у тебя есть, это такое тяжелое время. Тем более, что в Казахстане еще затяжные сборы. Да. Там долгие сборы, конечно, у нас. Это такое тяжелое время. Но это профессия наша. И поэтому это так есть и так будет. Понятно. Поэтому это все понимают. Жена моя, семья моя. Без проблем. В 2014 году ты говорил в интервью, жизнь в Казахстане это новый опыт для меня. Я уже достаточно хорошо говорю на русском, но все еще получаю в кафе совсем не то, что заказываю. Сейчас лучше стало получаться? Ну… Начали оправдываться ожидания твои. Наладил с кафе вообще? Наладил, наладил. Но может быть, что тогда меня не понимал еще. И сейчас уже понимают, что я хочу, когда я заказываю уже русский, чуть-чуть лучше стало. Может быть, что там проблем был тогда. Не знаю. Но бывало такое, что я спросил там девушку, я не знаю, какой чай есть у вас. И он сказал, есть целонный, черный, фруктовый. Я говорю, давайте фруктовый. Фруктового нету. Такие вещи были. Зачем ты спрашиваешь? Зачем он нам не говорит? Я, насколько знаю, ты знаешь несколько языков. Четыре, да, если не словить? Да, я умею немецкий, английский, словацкий, сейчас русский чуть-чуть. Какое русское слово было сложнее всего выучить? Самое сложное для тебя слово? Какое тяжелее… Нет, в итоге ты выучил, но какое тяжелее всего удалось? Ну, я понял, но тяжело сказать так. Много, много тяжелых словар есть и… Я не знаю, скажи какое-нибудь, что-то для тебя тяжело. Для меня? Да. Тринитро-гидронитра. Тринитро-гидронитра? Да ничего, он нас обманывает, он русский. А это что? Что знать? Это химия какая-то штука. Это химический способ. Я балдун сказал просто. А, понял. Вот такой набор слов. Ладно, метаморфоз. Метаморфоз? Да, метаморфоз. Тринитро-гидронитра – это заинственные слова. Да, конечно. Надо русский, типа что-нибудь там… А ты стараешься жить? Чуть-чуть тяжелее – давай нет. Да нет. Судя по тому, как ты говоришь сейчас по-русски, я думаю, что сложно… Уже нет сложно. Если бы в четырнадцатом году, допустим, тебя спросили, я думал, какие-то проблемы были бы. А сейчас плюс то, что ты занимался, насколько я знаю, Конечно, да. Но я сам выучил. Я как бы учитель не был. Я сам это все выучил. Смотрел фильмы, читал книги? Да. Сначала надо буквы выучить. Это самое сложное. Когда ты европейец, у нас все английские буквы. Тут кириллица. Тут азбука или как? Кириллица. Ну, на словацком азбука называется. Ну, родной тоже. Азбука, да. Азбука. Она у всех азбука. Просто кириллица – это русский шрифт. У русских, а у вас ладинница. Правильно. Ладинница, да. Правильно. Да. Ну, видишь, что ты. Поэтому тебя сейчас, думаю, к чему-то удивить достаточно сложно с словами какими-то. Дяк, да. Чиприан Дяк. Я это, насколько я знаю, по-русски не говорю. Пока не говорю. Ты занимаешься с ним? Помогаешь ему? Стараемся, конечно. Стараемся все. Только с ним или еще с другими? Нет. Чиприан Артур… Артурас… Артурас говорит он сколько? Говорит. Он очень хорошо говорит. Он, как бы, у него там вообще… В Латвии же была Литва. Да, да. Литва, да. Литва. Там вообще проблем нет. Фернандо, Касай и Алас. Они вообще как бы не умеют. Касай хоть понимает что-то? Понимает чуть-чуть, да. Он в Болгарии чуть-чуть поиграл. Алас тоже понимает иногда. Но пока сказать ничего не может. Да. Как собака. Все понимает, ничего сказать не может. И Чиприан… Сейчас стараемся чуть-чуть что-то выучить. Я им тоже говорю, надо сначала буквы выучить. И потом будем делать… Батиконичку. Да. Шаги вперед потом будут. Ну я скажу, ты молодец конечно. За два года так выучить язык. Спасибо. Ну понятно, что учитывая, что ты с нескольких языков знал, чем больше языков знаешь, тем остальным лучше. Спасибо. Какие казахстанские традиции знаешь? Какие для тебя были… В шоком, удивлением. В диковинку, да. В диковинку. Да, в диковинку. А что удивляет может быть в традициях? Или ты их не знаешь вообще в принципе? Ну… Ну… В принципе… Что знаю… Там эти толстые ваши… Толстые всегда, да? Когда выпивают. Когда в компании как бы надо всегда какой-то тост сказать. Да, да. Вот это меня чуть-чуть удивляло. Потому что иногда очень долгий толст бывает. Да, есть любители поговорить конечно. Ну да, есть и такие люди просто. Но какие традиции еще? В команде могу сказать, это тоже я не видел. Раньше у нас перед игрой, в Австрии например, перед игрой там как бы все хотят как бы эмоции и чуть-чуть там чтобы мотивация была большая. Тут перед игрой все сядем и все потихоньку там сядем и потом тренер сказал «давайте» и все встали как бы. Там это чуть-чуть по-другому. Как бы у нас всегда до игры там минута как бы тихо, чтобы все… Присядем на дорожку называется. Чтобы все внутри как бы успокаивались. Там сам себя намотивируешь как бы. Вот это разница тут. Казахстане. Моран они резали здесь. Ты слышал, да, эту историю? Я слышал, но пока не резал, я бы хотел это увидеть, эту традицию. Посмотрим, не знаю, может быть что еще будем резать его. Когда это делается? Ну в Караганде допустим, когда они не могли выиграть очень долго такая кредитная жертвоприношение такое. Да и здесь как-то было в Кустанае. В 2011 году. Вот это точно знаю. Не особо, в 2011 году мне особо помогло. А что? Не помогло? Вроде как делали. Да нет, честно, я к этому отношусь так. Бред, бред, бред и все такое. Нет, ну зарезали животных. Нет, я тоже не верю в такие вещи, конечно. Но это интересно. Интересно было бы видеть такую традицию, но я вообще не верю в такие вещи. Кухня, кухня казахстанская, удивилась тебя чем? Кухня, могу сказать, у нас в базе хорошая кухня очень. Поздравляю, поздравляю. Да, кстати, готовят летом окрошку. Окрошку? Холодный суп. Кушал уже, да. Понравилось? Вкусный, свеженький такой, будет сразу. Когда до 40 градусов. Да, 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 да. Не, я просто знаю, что некоторые ребята, что такое пакет, как это, если что за холодный суп. Не, не, вкусный, вкусный. И хочу поздравить наших поваров с базы. Очень хорошо готовы тоже девушки наши на базе. Но у них нет проблемы, да, с каким чаем там? Нет, вообще. Фруктовый, черный, зеленый. Там вообще, они все умнички, все умеют все. Там я не могу ничего плохого сказать для наших поваров на базе. Был ли какой-то запоминающийся матч? Мы об этом... А, нет. Мы говорили просто против кого сложно сказать. Какой-то матч запомнился за... Да. За сколько это? Ну, третий сезон начался? Третий сезон, да. За два года. Ну, было там у меня всегда... Такие сложные мячи. Мячи всегда поменяются. Как бы, я не знаю, я там помню. Ордабасиме дома играл. Там 2-1 выиграл. И на последних минутах... Буга-2 забил. Вот это как бы... Да, да, да. Такие хорошие игры. По эмоциям. Да. Или за остановой мы на последней минуте 1-1 забили. Когда пенальти... Не-не-не-не. 1-0 они везли, потом 1-1 мы забили. Тоже в первом году, когда я приехал сюда это делать. В 2014 году? В 2014, да. И последний год там, наверное, с Карагандой, когда дома играли 2-1, когда выиграли, там тоже это в моей голове осталось. Потому что если бы меня выиграли, тогда там была пауза. Если бы меня выиграли, может быть, что я бы домой не поехал. Мотивация серьезная была. У нас там тоже мы 1-0 горели, как бы, потом уже 2-1 выиграли и поехали домой. Еще про языки начали говорить. Вопрос такой есть. Знаешь, что такое пословица? Пословица? Да, такая народная мудрость. Да. И для того, чтобы как иностранцу... Как бы народную мудрость, через это можно познать. Вот мы тебе приготовили две пословицы, чтобы ты постарался объяснить. Попробуй. Мы тебе говорим, а ты попробуй объяснить. Давай, давай, давай. Мал золотник да дорог. Мал золотник? Мал золотник да дорог. Как ты думаешь? Золотник это что, золотом донимается? Ну да, возможно. Мал золотник да дорог. Я тебе вам объясню, что это значит на самом деле. Да дорог. Дорого это, наверное, дорого, да? Или что там? Или дорого, что дорого стоит? Нет, я объясняю. Золотник раньше была мера веса такая. Это маленькая гирька. Ему эту гирьку использовали, когда... Взвешивали серебро или золото. Но обычно говорят про человека, который небольшого роста. Ну, допустим, про тебя в команде. Ты же такой нездоровый, не крупный. Ну, друзья, ну... Ну, как ты приносишь пользу? Ну, как ты приносишь пользу? Саш, меньше, чем мне. Ну, он-то не в команде. Да ты мне льстишь, ну, ты что ты делаешь? Да, и вот говорят про человека, который сам небольшой, но очень большую пользу. Про тебя, так сказать можно. Про ноутбола, можно так сказать. Мал золотник такой. И вторая есть еще пословица. Дареному коню в зубы не смотрят. Дарому? Дареному коню в зубы не смотрят. Дареному коню? Ну, конь? Это, наверное, с конем что-то, но дареному что-то... Дареному? Дареному. Дарить подарок. Презент. Ага, значит, в зубы не смотрят, да? Да. Значит, если я тебе даю коня, ты не должен смотреть на зубы или что? Ну, в принципе, да. Суть такая, что если тебе подарили подарок, ты должен его принять от души. Ты должен радоваться. Ты должен радоваться. Да, да, да. А раньше... Очень правильно, да. И опять же раньше традиция была такая, когда лошадей покупали, да и сейчас, наверное, когда лошадей покупают, смотрят зубы. А если тебе... Да, там плохие зубы, естественно, его не покупают. Если тебе дарят, что ты будешь смотреть? Ну, грубо говоря, так. Я понял, да. То есть ты можешь обидеть дарителя. Да, да, да. Кстати, о подарках мы знаем. Томаш пришел не с пустыми руками. О, да, да. Я там подглядел просто. Да? Извиняйся, да. Вот. Спасибо вам за приглашение. Я вам вот футболку... Давай ее в камеру. Подарил. Покажем. Какую среднюю. Да, да, давай. Вот туда, туда, туда. Куда хотите. Это первый наш подарок. Первый наш подарок. От легионера, от гостя. Спасибо. Спасибо вам, что я считаю, что вы очень правильно делаете такую передачу 11 на 11, что это большой шаг вперед для казахстанских, для костанайских футбол, даже и для казахстанских. Потому что тут такие вещи нужны в Костанай, чтобы футбол делал потихоньку шаг вперед. Я считаю, что я клянусь тоже. Очень хорошо это все делаю, даже вот сидит. Режиссер. Режиссер очень правильный. Такой вопрос. А вот в Лоустрит ты играл, у вас что-то подобное было? Есть там много таких передач. Я считаю, что там есть Sky. Sky Sport. Sky Sport. Это как бы большой, даже и большой спонсор австрийской бундеслиги, даже в Германии бундеслиги. Это Sky. Это очень большое телевидение. И там есть много таких вещей. И я говорю, это надо, это надо точно такие. И я рад, что я делал. Мы будем работать, стараться. Спасибо большое. Очень приятно. Спасибо за приятные слова. Томаш, мы знаем, что ты, если не лучший, то практически Number One по игре PlayStation. А конкретнее FIFA 16 в команде. В футбольном клубе Double. По крайней мере нам сказали, что Шима – это легенда. Легенда PlayStation. Так вот, за какую команду вообще играть? Я играю за Наполи всегда. Либо Наполи, либо Арсенал. Либо Наполи, либо Арсенал. Но я… Кто тебе сказал, что я лучший? Неважно. Неважно. Многие футболисты… Прислал, забыл спросить. Скажи, пожалуйста, как ты думаешь, кто лучше вместе или Роналду? Вместе или Роналду? Или Роналду? Ильеста и Иску. Это мои двои. А, даже так, да? Нет, но если Месси и Роналду, то для меня Роналду. Роналду. Потому что я считаю, конечно, я не знаю. Но я считаю, что он для его успехов больше работает, чем Месси. То есть ты считаешь, что Месси более одарен от первого? Я думаю, да. Но я тоже не знаю, конечно. Но я так считаю. Но если по игрокам, я говорю Иско и Инеста. Ладно, вернемся. Давай, давай. Потерялась суть. Так как нам сказали, что ты самый-самый лучший в Тоболе по игре PlayStation, а точнее FIFA 16, то настоящий чистый мастер должен уметь играть за любую команду. Ну, давай. В общем, я выбираю Мюнхенскую Баварию, а ты… В общем, команда от половинки звезды до двух. Любая команда. Винно-ношка. Винно-ношка. Винно-ношка, где я играл раньше, да? Да. Почему? Естественно, австрийская бонус-лига есть. Есть, да. Я же… Нормально. Подожди. Винно-ношка, да я думаю, потому что они сейчас в вторую лигу играют. Да? Ну, мы поищем другую. Хорошо. Винно-ношка. Может, что там, Австрия-Вена? Да, Австрию, конечно. Австрия-Вена посерьезнее там. Ну, хорошо, давай. А ты вообще не играешь? Я вообще слабенький. А. Он обманывает тебя. Ну, врач, он тебя обманывает. Серьезно? Конечно, играет. Ни в коем случае. Я вот не играю, честно говоря. Поэтому он играть не будет. Нет, но я… Ну, ты же настоящий чемпион. Сейчас игра покажешь. В общем, друзья, вы наши. С нами был Томас Шимкович, полузащитник футбольного клуба «Тобол». Уже третий сезон он проводит в составе нашей команды. Спасибо, Томас, что пришел к нам. Отлично. Отлично вам еще понравилось. Отличное интервью. Нам понравилось с тобой общаться. Спасибо за подарок, приятные слова. Друзья, мы с вами прощаемся. Смотрите футбол, смотрите 11 на 11, а мы сейчас пока в PlayStation. Да, я буду смотреть и болеть за то, что буду болеть. Пока. Да, очень правильно делаю. Поехали, да? Да, сейчас я настрою немножко составчик. Чтобы получить мяч. Какой шанс? Чуть выше перекладить. А у меня, кстати, что-то с жойстиком. Как не попало? Может, руками у тебя что-то с жойстиком? Может, руками у тебя что-то с жойстиком? А может быть. Ну и так. Штаты хватает. Беги, парень. nuance Н obstacle и так. Опасно как? Его дала? Да, я у меня этот счет. Надо поверить, те, ты действительно вбанк любопンят него. А, вдруг твой ошибся. А вот так уже здорово. Ой-ой-ой-ой-ой. Через 8-й номер. Еще 8-й, да. Возьми мяч сразу, давайте, давайте. Что ты делаешь? Удар еще просто. Голл, не рядом, Голл. Голл, не рядом, Голл, не рядом, Голл вперед. Спокойно надо, спокойно. Вынимай. Хорошо. Хорошо. А устрем. Фаворит оказывается в догоне. Да, неожиданно, вот какая модель. Не айти, но, по крайней мере, с ней трассы, в погоде. Да, какая мощнейшая пощечина фавориту, а? Забивать надо. Пощечина фаворита. Что, в центр, в центр-то? Все, я... Извините. Извините, извините. Как делаешь? Так, да? Месси, так делаешь. Ничего, ничего. Поменяй там еще, кого хочешь. А там уже все, некого менять. Не хочешь? Один на бой, и убийство. Да? Три минуты добавлены к основному времени. Ну, что за типитака пошла? Артур Рубина. Оффсайд. Роберт Галевантош. Так, где ж ты там? Типас готовил? Хотел. Ну, что ты сделал? Закончил матч. А ты на 100% играл? Я играл на столько, сколько позволял мне джойстик. Это 100 плюс 20 было, я тебе скажу. Субтитры сделал DimaTorzok